Комсомольский на Амуре Тогда же ее тренировал никто иной, как старость Здесь было много, естественно, лыжных баз Ну, понятно, да, климат города к этому обязывает Кстати, жители города как-то даже лыжный пробег до Хабаровска совершили, понимаете, первый Когда еще дорог не было Вот это, то, что мы сейчас с вами видим, это не просто какой-то сарай, друзья Это база подготовки Олимпийского резерва Которая раньше, как и все спортивные объекты города, принадлежала какому-то из мощных советских заводов Но это, в частности, завода ЗЛК Ну, считалось как? Авиационного завода Это, а вы мне другое сказали Это принадлежало авиационному заводу тогда То есть при каждом советском заводе была мощная база спортивной подготовки Ну, и общество было раньше, да, что же так назывались Помните, да, торпеда, ЗИЛ там и прочее Ну, здесь воспитали в том числе олимпийскую чемпионку Чапалову Которая, как я слышал, даже хотела баллотироваться куда-то от Единой России Провозит здесь регулярно турниры в свою честь каждый год Если мне, опять же, правильно говорят местные жители Ну, на эту базу давным-давно, видите, в основном никто не выделяет денег Она принадлежит городу Комсомольскому И когда ветераны спорта, которые на энтузиазме пытаются поддержать ее как-то, ну, на плаву Обращались к местному ядру, который рулит городом уже много лет Те говорят так Вот у вас есть там турники Там и подтягивайтесь Вот вам весь спорт Владимир Владимирович Это, конечно, не дзюдо, я понимаю Лыжи, может, не очень гламурно, да Но так как у меня в свое время был тоже Хотя третий разряд, я не олимпийский чемпион по лыжам Но именно этим лыжным спортом наша страна вообще-то всегда и славилась Не дзюдо По лыжам мы всегда брали в основном все золотые медали Ну, давайте посмотрим сейчас в каком состоянии находится эта база подготовки Олимпийского резерва Ну, начнем с самого главного учреждения Само название располагает Ну, что, идем? Ну, тогда надо заглянуть Я, когда дочь была маленькая С ней в туалет ходил, чтобы она не провалилась Ну, что, я думаю, Олимпийский резерв Он вот отсюда именно начнет свое победное шествие К золотому предсталу, правильно? Ну, а когда была построена база, понятно, да? Из надписи 50 лет октябрю, то есть в 1967 году То есть пока здесь были коммунисты, они строили С 1991 года вот весь город практически находится вот в таком вот состоянии К золотому предсталу, чтобы она не провалилась итак друзья на территории самой база снежинка здесь видите губернатор фургал тоже висит в отчетном обездукции не было не было но видимо лыжами человек не занимается в основном короче не попал вот пошли посмотрим что здесь происходит как изготовить алимпийский резерв вот как говорят ветераны здесь температура зимой максимум плюс 13 градусов так что можно себе ни в чем не отказывать крыша протекает на тоже зачем крышу лыжной базе правильно ну вот видите говорят лыжи сдают на прокат вот это приносит полтора-два миллиона рублей но как утверждает от ветерана лыжного спорта самой базе основном ничего не перепадает ну вот можно ценник даже посмотреть все что могут предоставить людям ну собственно говоря здесь отдыхает а так понимаю спортсмены и любители лыжного спорта которые еще хватает терпения сил вообще вот здесь все это вот здесь комната ветеранов вот они сами все это ремонтируют делают все сами эти стенды все делают ветераны все это делают сами вот здесь вся жизнь нашего ветеранского спорта видна а жизнь детской спортивной школы что-то нигде ничего не освещается и Чапалова нигде не висит на видном месте дети я думаю что Чапалова должно висеть тогда когда она соблаговолит и выкинет деньги из лучшей федерации сюда чтобы здесь нормально приведет полеток все-таки ее родной город правда ну да она она два бурана как-то подарила соревнования про 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 экспансирование ну окей и соревнования вот в помещениях как нормально она сама так же подняется ну она сейчас уже не двигается детей воспитывает но как говорится могла бы тоже посодействовать мне кажется все равно иметь там выход мне тоже так кажется и так далее то есть понимаете у нас вот костюмчики хорошего спортсмена машинки им дарят там по результатам выступления даже выступать они готовы не под российским а под любым флагом лишь бы пустили на какую-нибудь олимпиаду но вот своих родных местах может быть тоже можно что-то сделать вот сидят же в думе все эти граждане Валуев там который недавно в Хабаровском крае видите у бедняжки машина сломалась на дороге сильно возмущался какого черта он до этого в думе вообще этим не занимался и вот этим всем только одна показуха понимаете вот эти все вот международные турниры а людям то вот обычно где тренироваться здесь вот что ли вот сюда и всех загнать пусть тут и тренируется глядишь тогда может машину этого сломалась дорогой стали интересоваться может у него лыжи здесь сломается тоже чем-нибудь займется а вы вот такой вот друзья спортсмены певцы артисты в думе вам пожалуйста вот реакция глядишь глядишь ... ... ... ... ... Вот, пожалуйста, да, буфет Олимпийского резерва нашего лыжного. Самые вкусные коктейли бывают. А говорят, на самом деле чай продают, горячий. Еще в три дурах. Ну, короче, все сделано для активного спортивного отдыха. Почнее всего, не сделано. Вот спортивная секция отделения. Зал спортивного тренажера, где скоро будет тренироваться господин Валуев. После того, как мы выкинем партию «Единая Россия», которую он приложит к чертой матери из Государственной Думы в 2021 году, господина Валуева сделаем здесь директором лыжной базы. Не раздевал, а там еще них. Ну, вообще, да, совершенно ничего не было. Ну, правильно, а зачем, собственно, спортсмены вы в издевалке душевую наглели еще, да? То есть в городе Кусомольске вам еще душевую подавать, да? Может, вам еще, кроме чая, тут еще и кофе подавать? Да вы что? И нет мест не предназначенных для подготовки инвентаря. Все выжжено, надо там, варахин снимать. Туда все вытаскивают, все вокруг ходят, все вот так вот. Все, кутерьма такая невозможная. Вот когда соревнования проходят, прям, ну, толкается все вот так. Ну, невозможно, просто невозможно. Лыжи по-нормальному подготовить, потому что народу много, а вот место оно только одно. Ну, у лыжников, это здесь ориентировщики, а у лыжников там, они прямо где переодеваются, там у них лыжи делают. А это же пары, утюгом, парафин, порошок, все это же вдыхаешь. То есть детям это же вредно. То есть комната должна быть отдельная, закрытая, с вентиляцией, чтобы подготовить лыжи. Вот. А так это все очень вредно для организма, для здоровья вообще. Потому что парафин летает, но все его лыжи. Ну, видите, а вот на все эти справедливые замечания от ветеранов лыжного спорта, которые, собственно говоря, пока вот еще своим энтузиазмом это все как-то в жизни поддерживают. Вот местная власть из ядра, она отвечает, турники есть, подтягивайтесь. Вообще, смотрите лес, там ветки есть горизонтальные, тоже можно подтянуться, правильно? И еще лыжи вам нужны. Подумаешь. Нету на это денег, и никто не обещает. Поэтому я еще раз обращаюсь к Федерации лыжного спорта России. Ну, здесь же Кавас, Олимпийский резерв, гражданка Чапалова. Ну, вы что, этого не помните? Ну, сделайте что-нибудь, чтобы в вашем родном городе вот не было такого позора. Баста лыжных много было, у каждого завода своя. Ну, хоть одну можно привести в порядок, правда? Ну, неужели это стоит таких вообще бешеных денег? Мне кажется, ремонт базы там, я не знаю, 10-15 миллионов, да это, ну, может быть, 3-4 машины или 5, которые дарят нашим спортсменам там по итогам каких-то соревнований. Кстати, гражданка Чапала, вот в Польше один спортсмен, насколько я знаю, отказался от приза и направил это, кстати, на развитие своей вот детской спортивной школы, где он когда-то вырос в мастере. Как вам такой пример вообще? Может, тоже этим заняться? Ну, может, и вам лично, я не знаю, лыжной спортивной федерации. Но до каких пор вот ветераны лыж на своих плечах вот это все будут тащить? Спасибо. Единственное, кто у нас доволен пока развитием лыжного спорта в Комсомольске на море, это Милка, которая хорошо кормит и которая скоро станет мамой, с чем мы ее, естественно, и поздравляем. И мы шея на базе нет. Мы шея нет на базе. Видите, это самый полезный сотрудник, который для базы делает гораздо больше, чем мэрия Комсомольске. Знаешь, кого она теперь ловит? Брундуков таскает. Видите, всех мышей выловил, теперь брундуков. Не, серьезно? Они у них был вон, что это. Придел к брундуков? Милка, мы тебе обещаем, что ты будешь жить скоро в достаточно комфортном условии. Даже за брундуками гоняться не смысл. У нас здесь нефтезавод, Газпром, все же люди ходят на эту базу, не катаются. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, С хороших и верных товарищей, Живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, С того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина? С заветной скамьи у ворот, С той самой березки, что в опале, Под ветром склоняясь, растет. А может, она начинается С весенней запевки скворца, И с этой дороги проселочной, Которой не видно конца. С чего начинается Родина? С окошек горящей вдали, Со старой отцовской буденокки, Что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается Со стуком огонных колес, И склятвы, которую в юности Ты ей в своем сердце принес. С чего начинается Родина? С чего начинается Родина? Корректор А.Кулыкова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулыкова Продолжение следует...